В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В гостях у нас Анжела Кабиева, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Министерства здравоохранения Приморского края и главный врач Владивостокской поликлиники номер 3 и Оксана Власова, официальный представитель Лиги йога-смеха на Дальнем Востоке. Дорогие гости, здравствуйте! Доброго дня! Анжела Ассулбековна, Всемирный день здоровья. Его девиз в этом году – здоровье для всех. А что же такое здоровье? Вот мы всегда говорим «здоровье, здоровье». А что это значит? В таком предмете, понятии, да? Так мы к этому и относимся, собственно говоря. Так вот, Всемирная организация здравоохранения определила, что такое здоровье. Здоровье – это состояние физического, психологического и социального благополучия, а не только отсутствие каких-то болезней или увечий. И это действительно так, потому что здоровье всегда есть. Вопрос только в его количестве, в его качестве, в его дозе, да? Даже наряду с какими-то заболеваниями, которые человек может переносить, всё равно здоровье есть. И наша задача – укреплять здоровье, таким образом не давая возможности развиваться болезням. Ну да, наверное, даже если есть какие-то заболевания, там, хронические, ещё что-то. Человек же при этом чувствует себя здоровым, правильно? Во-первых, он себя может чувствовать здоровым. Во-вторых, у него всё равно… Здоровье – такой ресурс, да? У него есть ресурс выместить болезнь, максимально выместить её из своей жизни и оставить только ту часть вот этой составляющей, которая называется здоровьем. А какие факторы определяют здоровье человека? Ну, я думаю, что настроение. И к здоровью тоже можно, даже когда есть какие-то проблемы, относиться по-разному. То есть люди с одним и тем же диагнозом и выглядят по-разному, и чувствуют себя по-разному. И социальная активность у них разная. Да, и это зависит, на самом деле, как ты к этому относишься, и ты хочешь продолжать залипать в эту болезнь, или ты хочешь жить так же, как и без болезни. Это настрой. Это действительно очень важная составляющая, потому что наряду с физической активностью, с правильным питанием, с правильным режимом сна, с правильной организацией вообще сна, наряду с хорошей экологией. Также нужно отметить, что и генетические особенности имеют значение в именно наличии или отсутствии каких-то проблем в здоровье. Но вот Оксана Владимировна говорит совершенно правильно. Настроение всему голова. Потому что даже выйти на пробежку утром – нужно настроение. Конечно. Даже приготовить правильную вкусную еду – нужно настроение. Даже хорошо выполнить свою работу, повседневную свою, свои функциональные обязанности – нужно настроение, чтобы эта работа приносила радости тебе и людям. Нужно с настроением, с определённым к этому подходить. Поэтому, да, настроение, я думаю, что имеет колоссальное значение. Да, недаром же говорят, что люди, которые поболиты перестанут, само пройдёт и само проходят, а те, кто… Ну, здесь нужно не уходить в крайности. Ну, конечно, да. Не уходить в крайности, потому что есть люди… Ну, и есть такое даже понятие – ипохондрия, да, когда складывается так ситуация, что человек бесконечно ищет какие-то у себя проблемы и погружён вот в эту ситуацию, как Оксана сказала, залипает на болезнях. Есть другая ситуация – это полное игнорирование всяческих советов и всяческих возможностей исследовать своё здоровье. Поэтому это тоже такие крайности. Вот там, где мы говорим про крайности, там никогда не про здоровье, там никогда не про норму, там никогда не про что-то хорошее. Крайности – это всегда некоторое отклонение от нормы, на мой взгляд, потому что и к обследованию своего здоровья тоже нужно относиться обдуманно, осознанно, взвешенно и реально. Раз в год пройти диспансеризацию и понимать, на каком уровне твои показатели. Ну да, это же несложно. Это несложно. Сегодня всё для этого сделано. Сегодня даже в рамках подготовки к Дню здоровья мы, все медицинские организации Приморского края, организовали акцию «Будь здоров». Это значит 7 дней в неделю, 12 часов рабочих с 8 утра до 8 вечера. В субботу, в воскресенье двери поликлиники открыты, отделение профилактики работает, диспансеризацию проводит. То есть, пожалуйста, приходите, свободный совершенно вход, никаких препятствий нет пройти диспансеризацию ежегодную именно сейчас. А важны вот такие даты, как Всемирный день здоровья, в школах Дни здоровья проводятся, в институтах Дни здоровья проводятся, на мировом уровне они проводятся? Ну, я думаю, это так же, как любые даты, которые просто заставляют обратить внимание. И когда это делают все, то как бы ты думаешь, ну, наверное, я тоже могу. Потому что по одному мы люди общественные, даже вот. и то, что делают все как-то, и тебя сподвигают уже сделать что-то такое. Ну, и на самом деле я тоже придерживаюсь того, что не надо бегать по больницам весь год, да, каждый день, как есть любители, что-нибудь у себя найти. А вот один раз пройти диспансеризацию, узнать, что у тебя всё в порядке, или где-то, если что-то на что есть, обратить внимание, но на нём и останавливаешься. И это очень хорошая возможность. А вот мы часто говорим здоровый образ жизни, ЗОЖ, ЗОЖники. Что же такое здоровый образ жизни? И кто эти ЗОЖники, кто эти люди? Вы знаете, я думаю, что это все люди. Только опять же всё в степени зависит, да? И кто-то крайне увлечён и фанатично преследует какие-то свои задачи. Кто-то совершенно не обращает внимания на советы врачей и других хороших людей. И опять же, истина посередине. Здоровый образ жизни – это ничего сверхъестественного, это обыкновенная жизнь. Только нужно придерживаться правильного питания, нужна определённую физическую активность. Нужно заниматься развитием своего эмоционального интеллекта. Это очень важно. Причём эта составляющая развивается. Но нет людей, которые рождены с плохим эмоциональным интеллектом или с отличным. Нет, это навык, это компетенция, которую человек приобретает. И если задаться задачей, осознать, что это тебе поможет в жизни, то это легко и весело. Мы это точно знаем, да? Да, и оттуда идёт и отношение и к физической активности, и к питанию, если опять же, это же всё про настроение. И взаимоотношения друг с другом. Это тоже входит в понятие, потому что социальная составляющая здорового образа жизни так же важна, как и физическая. Психологическое здоровье, возможность коммуницировать на положительном каком-то настрое – это же очень важно. То есть здоровый человек, здоровая семья, здоровый социум, здоровая нация. Да. Вы себя к зожникам относите? Да, но не к фанатам. Мы по середине. Мы как раз стараемся держаться середины. Ещё есть такая хорошая, мне кажется, вы мне подсказали этот лайфхак, что здоровый образ жизни – это не перечень ограничений, это список возможностей дозволенного, которые сам себе можешь позволить, если ты ведёшь вот как раз такой разумный образ жизни. Мне кажется, здоровый образ жизни – это разумный образ жизни. Да, наверное. Ничего больше. Ничего больше. Я всё время думаю, я зожник или нет. Мне всё время интересно. Наверное, всё-таки нет. Судя по вашему внешнему виду, да. То есть внешний вид, да, Оксана Владимировна, он тоже как-то определяет по человеку, можно сказать, по внешнему виду, ведёт он правильный образ жизни или нет? Хотя слово «правильный» мне во всей этой истории… Правильный, да. Правильный он у каждого свой, правильный и правда у каждого своя. На самом деле, если вы чувствуете себя хорошо, выглядите хорошо, глаза блестят, но это уже какой-то показатель, что у человека всё в порядке со здоровьем и с психическим, и с физическим здоровьем, то у вас работа такая. Да, от этого никуда не денешься. Внедрение муниципальных программ укрепления общественного здоровья. Какие результаты ожидаются от них? О, это очень интересная тема, потому что она очень обширная. Вообще, что такое муниципальные программы? Это те программы, которые разрабатывает каждый муниципалитет, каждая администрация муниципального образования разрабатывает ряд каких-то, намечает ряд, какой-то план, ряд мероприятий, которые должны способствовать тому, чтобы человеку легче было, вот то, что Оксана говорит, легче было вступить на эту тропу правильную. Почему? Ну, потому что задача муниципальной власти, задача вообще общества всего – создать условия для того, чтобы человеку было доступно, возможно. Ну, вот эти условия, они разного касаются. Это и среда определенная, это определенные мероприятия, которые сподвигают человека хотя бы первый раз при помощи этих мероприятий выйти на какую-то тропиночку, сделать шаг навстречу здоровью. А потом человек сам уже начинает это делать. Очень хороший пример про прогулку с врачом. Когда мы 10 лет назад, а уже 10,5 прошло лет, как мы первый раз вышли на набережницу Цесаревича, когда мы первый раз вышли на набережницу Цесаревича с палками, люди не очень смело делали это. Они стеснялись, потому что там и там шли какие-то шутки на эту тему, где ваши лыжи, и чем вас кормят. Да, и это было не принято. Более того, я очень хорошо помню такой пример, когда у нас одна участница приходила с палочками в чехле, с нами вместе делала 10 тысяч шагов по набережнице Цесаревича, потом зачехляла палочки и пешком шла домой. И когда мы ей говорили, Александра, возьмите палочки и продолжайте с ними, она говорит, ну, что люди скажут. Вот эту среду нужно менять. И задача у муниципальной власти как раз способствует тому, чтобы эта среда не ограничивала. А сегодня, посмотрите, 10 лет прошло. Сегодня, посмотрите, все смело ходят, и никто ни над кем не насмеивается. И даже если какие-то шутки есть к этому, относится вполне себе спокойно, потому что это нормальное явление. Уже забыли, что это было странно. Уже забыли, что это было странно. Потом следующий проект, который мы начали, «Доктор смех». И тоже люди сначала, когда мы на улице, собирались грудно хохотать, и мы хохочем. Мы просто хохочем. Покажи, как. Заразительно. Конечно, но мы заражаем тех, кто понимает, тех, кто смотрит нам в глаза. А те, кто проходят мимо, иногда недоумевали. Ну и те, кто приходил к нам, они стеснялись тоже за первое время, а что люди опять же скажут. И сейчас еще люди, которые присоединяются к проекту, они не всегда могут себе позволить какие-то вещи. Только потом, поняв, что это безопасно, безобидно, что это просто позволяет раздышаться, что еще дает Это просто потому, что полезно, вот и все. И мы много чего делаем, что полезно, но иногда это оказывается странным, и к этому нужно привыкнуть. Ну и для этого мы, конечно, рассказываем, как это работает, какая наука этим занимается, какие есть примеры. И когда людям уже немножко логично это все доносишь, тогда они понимают, что, наверное, можно. И перестают стесняться. Да, и перестают стесняться, чувствуются свободнее. Нет, ведь тоже все ограничения, это тоже такое социальное давление на человека, который даже нормальные, хорошие вещи стесняется демонстрировать или применять. Вот задача муниципальных программ – это делать такие мероприятия, которые будут способствовать тому, что каждый человек в своей жизни наведет порядок с питанием. И у нас сейчас прекрасный проект «Здоровая кухня Приморья» прошел, вот завершился годовой цикл, и прошла номинация там награждения, премия проекта «Здоровая кухня Приморья». О чем этот проект? О здоровой, но вкусной и красивой пище. Все красиво, все вкусно. Все сделали, участники конкурса делали все из продуктов, доступных всем людям. Да, никаких эксклюзивов, никакой там… Горганзолы. Да, замудренных, никаких продуктов не использовались. Таково было условие этого проекта. Проект проводился при поддержке Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения по Приморскому краю, Федерации отельеров и рестораторов. Вернее, наоборот, рестораторов и отельеров. И это такая история, когда люди узнают, что, опять же, миф о том, что здоровая пища – это дорого, невкусно, как-то неправильно, все там нужно особое какое-то. Нет, это все обыкновенно, просто ты сделай так, чтобы это было полезно. Не просто вкусно, но и полезно. И вот создавать такие условия как раз и задача общества, задача государства, задача общества, задача работодателей, которые сегодня внедряют программы корпоративного здоровья, укрепление здоровья работающих, корпоративные программы. И там тоже есть как раз пункты, где можно запланировать такие мероприятия, которые будут способствовать тому, чтобы люди отказались от вредных привычек, получили хорошие привычки и жили счастливо, и работали с высокой производительностью и приносили пользу себе и обществу. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы показать, что это несложно. И двигаться несложно, ничего специального не нужно. И смеяться тоже несложно, тебе не нужны никакие тренажеры, какие-то особые залы, акустика или что-то еще. То же самое с питанием. Этот проект показывает, что все эти направления здорового образа жизни, они все абсолютно доступны, не требуют много времени и средств. Ну вот мы уже проговорили, да, что прогулка с врачом, доктор смех, пропитание программы. А какие еще программы в Приморье? О, нам дня не хватит, чтобы вычислить людей. Это каждый день какая-то новая идея, которая воплощается в том или ином формате. Сейчас реализуется во всем Приморском крае, вернее в пилотных территориях, реализуется проект «Квадрат здоровья», который задуман, сама идея была подана нашим министром здравоохранения Приморского края Настя Геннадьевна Хученко. Она говорит, а почему мы не сделаем вот так? И действительно мы стали развивать эту идею. «Квадрат здоровья» – это здоровье старшеклассников. Оттуда же начинать, да? Надо начинать с молодым. И оказалось, что это очень востребовано. В прошлом году мы сделали несколько пилотных таких площадок. Оказалось, востребовано ребятам действительно интересно узнать какие-то простые, понятные вещи, которые поданы в таком формате интерактива, не какой-то такой назидательности, а действительно для того, чтобы понять, а почему действительно вот так советуют делать. И с удовольствием ребята участвовали, педагоги принимали участие, и врачи детских поликлиник, регионального центра общественного здоровья принимали участие в проведении таких, ну, условно это назывался «Урок здоровья». На разные темы эти уроки здоровья проходили. Вот сейчас мы тиражируем этот проект на территории Приморского края. Другой проект в прошлом году, очень громкий, яркий, очень яркий. Очень. «Цвета здоровья». Да, действительно, вот собраны все эти сочные, яркие цвета, которые, конечно, заряжают позитивом, и каждой нише соответствует свой цвет. Очень интересный проект, прямо с удовольствием везде принимается. Ну, эти фотозоны были специально изготовлены, специально освещены, чтобы фотографии в этих фотозонах получались классные. И мы предлагали, помимо того, что там какие-то мастер-классы, проводились активности, мы еще просто предлагали людям сфотографируйтесь, просто сделайте селфи. Просто сделайте селфи. Просто сделайте селфи. И когда эти селфи мы увидели, что ставят на аватарки, они везде распространились по интернету, по соцсетям. А там простые вещи транслируются. Пей воду, ешь овощи. Гуляй в лесу. Гуляй в лесу, высыпайся, обследуйся. Регулярно обследуйся. И такой, как бы, не кури. Удар по привычкам повредным был. Там такая груша была, по которой нужно было ударить. Очень с большим удовольствием били по этой груши все участники. И эти фотозоны выставлялись на разных локациях, в разных площадках. На самом фестивале «Цвета здоровья» в аэропорту, в лесозаводске, в спортивных сооружениях. То есть там, где проходим. Много людей бывает. На ВЭФе. На ВЭФе. Да, вот я помню, на ВЭФе они стояли. Мы выставляли тоже эти фотозоны. Это мы делали проект совместно с некоммерческой организацией «Фитлав. Любовь к спорту». Александр Руденко руководит этой организацией. Такой совместный проект некоммерческого сектора и регионального центра общественного здоровья при поддержке Министерства здравоохранения. Мы реализовали этот проект. Очень яркий, очень сочный. Действительно, прям цвета здоровья. Вот цвета настолько яркие. Никакой блеклости, никакой серости, никакой грусти. Чтобы привлекать людей. Ну, в общем, в городах каких-то еще приморского края, где в Уссурийске выставлялся это тоже там в людном месте. Ну, в общем, эта задача была такая, привлечь внимание молодежи. Молодежи. Для молодежи нужно ярко, красиво, необычно, современно, коротко, ясно. И главное, что можно на этом фоне сфотографироваться. Мне кажется, восторг был полный, во всяком случае. А с удовольствием начинали дети фотографироваться, потом мамочки присоединялись, потом все семьей. Ну, то есть, это был такой вот экшен-экшен, хороший, полезный, позитивный. И главное, что он нес информационную составляющую важна. Я хочу поподробнее еще остановиться на программе, или как это правильно назвать, доктор смех. В чем смысл? В чем суть? То есть, ну, понятно, посмеяться там, хорошо, да. Ну, в чем же все-таки суть? Ну, на самом деле смех, это очень похоже на дыхание. Его сравнивают с дыханием пранаяма йоговским, да, есть дыхание пострельниковой, есть дыхание по бутейка. На самом деле, большая проблема в нашем здоровье, да, это гипоксия, недостаток кислорода. Все потому, что мы не выдыхаем отработанный воздух, и у нас рабочий объем кислорода, который у нас поступает в организм, очень небольшой. То есть, там, полтора-два литра. Из-за этого возникает недостаток кислорода в разных органах. А кислород для нас что? Да, это основная составляющая жизни, потому что без воды, еды человек какое-то время может пожить, без кислорода, к сожалению, да, несколько минут. И во время смеха мы просто не включаем голову, да, не считаем, сколько вдохнуть, задержать, выдохнуть, да. Смех позволяет делать это, вспомнить просто, как это в детстве делалось от живота. И заразительный смех, он позволяет выдохнуть, просто вытолкнуть весь отработанный воздух и получить ту порцию кислорода, которую наш организм, в принципе, в состоянии переработать, да, и насытить все наши органы и системы, особенно мозг, да, это очень важно, потому что все эти болезни, деменция, альцгеймера и все остальное, они помолодели. Ну и сердечно-сосудистая, и дыхательная, и вот даже вегетососудистая, вегетососудистая дистония, да, это вообще такая проблема сейчас. Это ко мне, да. Да, руки-моги-ножи. После занятия очень многие отмечают, что руки стали теплыми, горячими, которые вообще никогда не были. Вот, и плюс к кислороду мы получаем огромную порцию эндорфина, это гормон радости, он является обезболивающим и расслабляющим средством природным, да, нам чего не хватает в жизни? Расслабление, на самом деле, да, потому что мы постоянно в тревоге, в напряжении, да, это физическое, эмоциональное, умственное напряжение. И мы, конечно, стараемся, кто-то там медитирует, кто-то по пятницам, да, как-то по-другому расслабляется. Вот, на самом деле, вот 15 минут смеха позволяют абсолютно все виды напряжения снять, и тогда все жизненные силы, энергия, она все начинает, да, по организму циркулировать, и все, и весь секрет этого проекта «Доктор смех», да, как раз в этом и заключается, что мы снимаем напряжение, наполняем организм кислородом и гормонами радости, а они, кстати, вытесняют гормоны стресса кортизол. Большая беда нашего времени – это стресс, да, депрессия, и по данным Всемирной организации здравоохранения, очень большое количество, 90% данных инфекционных заболеваний – это причина стресса и депрессии. Имеет значение большое. И поэтому наша задача – снять это напряжение, снять стресс, стресс-напряжение, и наши упражнения, они эффективные, они быстродействующие, и они надолго сохраняют эффект. А самое главное, когда человек научается этому навыку, он может делать это сам. Ему необязательно приходить каждый раз на тренировку. Иногда подтренировать, иногда в группе это веселее, легче, интереснее происходит. Но по большому счету, человек сам своим здоровьем может заниматься ежедневно. Так как ходить 10 тысяч шагов, он может сам, так как пищу готовить себе, он может самостоятельно, так и смеяться. Но смех как упражнение. Смех без шуток, без анекдотов, без сарказма, без насмешек над чем-то или кем-то. Смех просто от души. Вот действительно, Оксана сказала про детский смех. От природы до нас способность смеяться, хохотать. И детки хохочут, и бегают, и хлопают в ладоши. Им не нужен никакой комедиклап. Ну, я прошу прощения, никакие не нужны там специальные программы. Потому что есть над чем смеяться. Смеяться от радости, что ты жив, что ты бежишь, что солнце светит, ветер дует, я не знаю, воздуха достаточно. И ты просто на земле живешь. Ну, почему не радоваться этому? И вот научиться радоваться, помимо того, что научиться дышать, да, физическому упражнению, научиться радоваться, сделать радость привычным состоянием, своим, фоновым. Конечно, могут случаться какие-то проблемы, может и грусть быть, и печаль, и горе человек может переживать. Но потом возвращаться в фоновое состояние радости, радости, благодарности этому миру. Вот это очень важный навык. И он тоже формируется. Люди привыкают, к сожалению, к дизлайку, грустному выражению лица, напряженным мышцам, да, привыкают и даже думают, иногда только перед зеркалом пытаются исправить свое лицо, а потом, когда отходят от зеркала, себя не видят, и опять все случается. Да, и вот как раз здесь эта задача научить людей, Оксана сказала, а цель – это сделать людей здоровыми, эмоционально и физически сделать их здоровыми. Я даже где-то видела ваш стенд, там было написано что-то, я не помню дословно, но что-то из серии «Не нужно принимать антидепрессант, нужно посмеяться», что-то в этом духе. совершенно верно. Люди, которые занимаются у нас йогой смеха, они на самом деле перестают принимать антидепрессанты. Ну, это такая тема сложная, мы не будем говорить, как это прямая, все равно под наблюдением доктора. Вся медикаментозная терапия контролируется врачом, и доза снижается только там, где ее потребность уже не нужна. И вот как раз правильно, Оксана говорит, люди, которые ходят на тренировку, потом они с доктором обсуждают свое состояние здоровья, и доктора приходят к выводу, что уже такая большая доза не нужна, нужно уменьшать и там уходить на нет. Это действительно помогает, как не медикаментозная часть терапии. А какие техники применяются при этом? На самом деле все просто. Там всего шесть правил. То есть необходимо широко открывать рот, потому что с таким ртом мы не посмеемся. Начинаем с буквы А, только смех на букву А можно продолжать сколько угодно долго. Выдыхать до конца, как мы уже показали, потому что именно тогда выходит весь отработанный воздух. Громко, потому что громкие звуки, они тоже снимают напряжение в теле, вибрации происходят. Включать тело, потому что это детский смех от тела, и обязательно улыбка. То есть мы делаем улыбку, есть же техника улыбки, делаем узкие глаза, щечки поднимаем, губы растягиваем в улыбке, и все, делаем глубокий вдох, широко открываем рот, начинаем с буквы А. начинаешь а потом уже смеешься от того что действительно смешно уже начинает вырабатываться гормон радости эндорфин он помогает расслабиться и дальше уже легко идет этот процесс надо сегодня на мужа потренироваться семье очень полезно смеяться для семьи это прям такой вот образующий такой элемент и снимает все напряжение кита не домовки недосказки вот вы просто видите друг друга уже такими как вы познакомили у нас есть когда детки с родителями приходят на тренировку и детки в конце и мамочка смеется и детки тоже смеются и детки в конце говорят мама я даже не знал что ты так умеешь они вместе валяются по полу и хохочет вот прямо от души от живота да это очень тоже с дружбой у детей вообще такие глаза они на маму смотрят они глазами мама всегда строгая серьезная да спешащая всегда спешит ей некогда здесь они вот расслабляются полностью ну и каждую субботу на набережнице саревича в 10 утра мы делаем смехозарядку прогулка с врачом наш проект 10 лет и на сегодняшний день мы наибольшее внимание уделяем эмоциональному интеллекту именно этой стороне здорового образа жизни поэтому у нас каждую субботу обязательно в программе обязательно смехозарядка и люди приезжают именно на смехозарядку да очень многие из чуркина из далеких наших районов города приезжают специально посмеяться ну что ж я надеюсь что наша программа добавит вам новых гостей новых друзей с удовольствием потому и движение ваше пускай растет ну а я напоминаю что это была программа время говорить и сегодня наша программа была приурочена к всемирному дню здоровья в гостях у нас были анжела кабеева главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения приморского края и главный врач владивостокской поликлиники номер 3 и оксана власова официальный представитель лиги йога смеха на дальнем востоке в студии работала юлия ракотская увидимся на восьмом